Мне все больше задают вопросов про ноты от БКС, и сегодня об одной из этих. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Зимитков Юрий. Недавно мне задали вопрос о новой ноте от БКС. Это купонная нота номер 91 с бонус-автоколом. Ну, раз я уже отвечал на этот вопрос человеку в ВК, то я решил посвятить этому видео, раз уж я разобрался с этим делом более-менее. Итак, самое большое количество нот, которые предлагаются вообще на рынке, это на самом деле БКС-брокер. И вот эта нота в мае 2020 года на корзину из пяти компаний. Дело в том, что БКС почему-то предпочитает, в отличие от открытия, пять компаний для нот. И, ну, в этом одно из основных отличий на самом деле. Но, с другой стороны, здесь и доходность вроде бы повыше. Какие это компании? Softbank, Arista Networks, Qualcomm, Atlassian и NetEase. Все структурные ноты выпускаются через собственного БКС Structured Products, публичные компании и так далее. Вот здесь они свои рейтинги, он постоянно повышается. Но, на самом деле, у брокера БКС достаточно высокий рейтинг. И брокер БКС – это один из главных брокеров в России. Вот. Итак, минимальная сумма – 1250 долларов. Ну, это в районе 100 тысяч рублей. Это очень здорово, на самом деле, потому что, ну, здесь сумма небольшая – 1250 долларов. И условия, посмотрите. Если до 70% – самая худшая акция упала до 70% от своей первоначальной стоимости, то клиенты получают купон 12% годовых в валюте. А если все 5 компаний выросли выше 100% от начальной стоимости, ну, то есть, как бы, просто все компании выросли, то получается 20% в виде купона, и нота закрывается по автоколу. Вот так. Периодичность наблюдений каждые 3 месяца. Вот так. И смотрите, если цена… Ну, это обычный автокол на самом деле. Если цена хотя бы одной из акций снизится более чем на 30% от ее первоначальной стоимости, то клиент получает сумму, определенную с учетом изменения рыночной стоимости наиболее просевшей акции по сравнению с ее первоначальной ценой. Вот. Плюсы – высокая потенциальная доходность и базовые активы акций перспективных компаний. Хм. Вот. Риски. Вот мне понравилось в БКС то, что про риски тут прямо вот честно, прямо честно сказано и прямо вот в порядке очередности. Первый риск – риск потери дохода и части инвестированных средств. Ну, об этом прямо сразу говорится, что риск есть. Это если самая худшая компания в течение, ну, к окончанию срока действия опустится ниже, чем 70% от первоначальной цены. Вот. Второй риск мне очень понравился. Значит, сразу честно пишут – кредитный риск БКС. Вот так. То есть риск брокера всегда – риск ноты равен риску брокера, то есть рейтинг брокера. Следующее. При покупке продукта на ИИС, если клиент захочет перевести ИИС в другую финансовую организацию до истечения срока структурного продукта, ему придется выйти из продукта досрочно. Ну, да, вот так. То есть он не, как бы, ну, не переходит с ИИСа на ИИС. При досрочном выходе из продукта возможно потеря не только дохода, но и части инвестированных средств. Да, это у всех так. Ну, и валютный риск. То есть если доллар резко грохнется, то, в общем, сказать, доллар упадет к рублю, рубль резко вырастет, то, соответственно, у вас будет риск потерять. То есть вы получите свои доллары, которые превратятся в бумагу. Ну, наверное, все считают, что это риск небольшой. Вот. Но! Дальше смотрим. Доллары минимальная сумма 1250. Срок продукта на 5 лет. За 5 лет, ну, кто-нибудь вырастет. Вот. Ну, то есть все они вырастут. Порог для выплаты купона 70% от страйка. Порог для выплаты номинала 70% от страйка. Купоны. Вот купоны, вот, очень интересно. Смотрите. Если акции находятся между 70% и 100%, то купон выплачивается 12% годовых. А если все акции выросли, то купон 20%. В абсолютном значении дополнительно к купонной выплате. О как! Ну, вот такие условия. За подробностями, вот здесь вот я не совсем понял, 20% к купону обычному или 20% будет купон. Обратитесь, пожалуйста, к менеджеру своему, и он вам расскажет. Периодичность наблюдений в целях выплаты каждые 3 месяца. Наблюдение автокола до 100%. То есть, если все акции выросли, то нота закрывается. Риск-профиль сверхагрессивный. Вот это тоже очень важно, почему они пишут честно и открыто. Сверхагрессивный. Досрочное расторжение возможно по соглашению с торгов. И вот еще один момент. Оформление биржевая нота. Это очень важно тоже. Здесь график, но мы уже знаем, что это такое. Вот он, вот порог. Значит, если от 70% до 100% мы находимся, то, в общем сказать, выплачивается выплата текущего купона и всех ранее невыплаченных, если на дату наблюдения. Если на дату наблюдения выплата купона за следующий период, и здесь либо задерживается, как вот здесь, купон, либо на завершении продукта выплачивается вот здесь 100% выплачивается, а здесь выплачивается 70%. Вот так. Ну и дальше. Софтбанк. Японская холдинговая компания занимается инвестициями в различные активы в основном в сегментах телекоммуникаций, фиксированной и мобильной связи, интернет и так далее. Ну, вот такая компания можно посмотреть. Arista Networks. Разработчик облачных сетевых решений, основанных в 2004 году в Калифорнии. Компания предлагает Ethernet-коммутаторы в диапазоне от 10G до 400 Гбит, отличающиеся пропускной способностью и производительностью для оборудования дата-центров, то есть высокопроизводительные коммутаторы. Дата-центры это сейчас в тренде, потому что сейчас очень много данных собирается. Qualcomm. Ну, лидер с более чем половиной рынка модемов для смартфонов. То есть, если вы посмотрите на свой смартфон, если он приличный, то у него стоит чип от компании Qualcomm. по связи 4G, например. Atlassian. Одна из лидирующих компаний в области программного обеспечения, которая разрабатывает продукты для проектного менеджмента и узнавания за счет флагманских продуктов Jira и Confluence. Вообще ничего не знаю про эту компанию. Источником информации являются данные, рассчитанные компании Bloomberg и так далее. Уникальность бизнес-модели компании заключена в отсутствии команды продаж, за счет чего компания направляет на R&D рекордные 48% выручки при среднем значении по индустрии в 20%. То есть, ну вот, такая интересная компания. Обслуживает более 152 тысяч клиентов, число которых увеличилось в 4 раза за последние 5 лет в 190 странах. Потенциальный рынок оценивается в 1 миллион компаний. Переход клиентов из серверных в облачные услуги будет способствовать как росту выручки, так и увеличению рентабельности. NetEase. Второй крупнейший разработчик видеоигр в Китае. И шестой в мире. Помимо дистрибуции собственного каталога, компания сотрудничает с Activision Blizzard и Microsoft в сфере локализации иностранных игр. Ну, играми я не увлекаюсь, компьютерными, поэтому про эту компанию я ничего не знаю, но Китай это сильно и кроме как через эту компанию в Китай никто не может попасть, я так понимаю. Вот так. И вот такие компании. Ну, здесь дальше уже обращаем ваше внимание и так далее. Ну, нота, мне кажется, очень интересная. Брокер БКС зарекомендовал себя как один из самых надежных брокеров в стране. Самый крупный брокер в стране, наверное, или один из самых крупных брокеров в стране. Очень интересная нота. И я думаю, что эту ноту можно будет купить и продать. Дело в том, что она в качестве биржевой облигации, то есть ее можно будет купить и продать на вторичном рынке. И я надеюсь, что БКС, ну, я не уверен, что БКС должен выступать в качестве маркетмейкера. Я надеюсь, что представители БКС напишут в комментариях к данному видео, являются ли они маркетмейкерами и можно ли продать эти продукты на вторичном рынке. То есть досрочно как бы, ну, продать. Это тоже очень интересный момент. Вот. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. Про ноты БКС я еще буду рассказывать, потому что был еще вопрос про другую ноту. На сегодня все. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Лайк. Подписка. Лайк.